Какие женские фразы не любят мужчины? Вы все мужчины такие, вы все мужчины одинаковые. Ну как вы надоели, вы все мне предлагаете одно и то же. Вот ты как все. И она это слышит? Да, я ценная, да, я классная. Ну наконец-то я это услышала. Ты что меня не слушал? И если ты хочешь, чтобы у нас было все хорошо в отношении, слушай меня и будь послушным. Смотри, какая умная, я же так и знала. Ты мой котик, зайчик, бубочка, пупсик, сюсик, мусик, пусик, пупусик. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. Я помогаю женщинам, чтобы мужчины их радовали, а не гневали. Итак, фраза первая. Ты меня не понимаешь. Кажется, что тут такого? Ну что, ну я же говорю ему, что он меня не понимает. И зачем женщина говорит эту фразу? Она думает, ну я ему сейчас скажу, что ты вот это не делаешь, или ты в этом нехорош, или, например, ты меня не понимаешь. И он такой, такой, о, я ее не понимаю. Так, это что здесь мне надо? А мне же надо ее понимать. И это тогда должно смотивировать мужчину, чтобы он там вовлекся в общение с тобой и разобрался, как же тебя понимать. Это в женской логике такое ожидание. Что же на самом деле происходит? То есть это в мужском восприятии, это звучит как упрек. Ты меня не понимаешь. Это звучит как обвинение, как некая критика. И это вводит мужчину в состояние минус. И то есть тогда он, получается, возле этой женщины находится в состоянии минус. Да? И пребывание, времяпровождение отношений с этой женщиной у него ассоциируется со знаком минус. И поэтому лучше вместо этой фразы критики задаться вопросом, что я хочу от этого мужчины, что я хочу, чтобы он понял, и какими словами мне, возможно, нужно перефразировать и в спокойном состоянии, сделать так, чтобы я была ему понятна в свое выражении каких-то мыслей или в выражении каких-то чувств. И это делать без критики, без унижений, без оскорблений и в спокойном состоянии. Следующая фраза. Я все сделаю сама. Или же я сама. Или лучше самостоятельная. Нет, мне помощь не надо. Я понимаю, что некоторые девушки возрастят и скажут, Ярослав, наоборот, мужчины, это сейчас мужчины такие безответственные, они, наоборот, любят такие фразы. Я согласен, слабые мужчины любят такие фразы. Слабым, безответственным мужчинам выгодна эта фраза. Но для нормального мужчины ему важно быть для тебя героем, быть полезным, быть мужчиной, который делает для тебя что-то хорошее и видит в этом твою радость. А тут, получается, он лишается этой возможности для проявления, возможно, даже для какого-то минимального героизма. Поэтому моя рекомендация, при любой возможности, если мужчина открыт для того, чтобы тебе помочь, посоветовать, решить какой-то вопрос или быть опорой в каком-то жизненном моменте, не нужно закрываться, не нужно закрываться. Просто посмотри, что может происходить по-другому, если ты позволишь мужчинам быть тебе полезными в каких-то моментах. Ты такой же, как и все. Ты такой же, как и бывший. Вы все мужчины такие. Вы все мужчины одинаковые. Ну как вы надоели, вы все мне предлагаете одно и то же. Вот ты как все. Это сравнение с другими. Сравнение с другими – это обесценивание. Это то, чем занимались наши родители в детстве, в котором мы росли. Нас сравнивали с другими. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот Коля лучше учится. Вот Света более послушная. И это удар по самооценке. Если ты не хочешь общаться с мужчиной, просто прекрати с ним общение. Но если ты этой фразой пытаешься вызвать в нем героя, или вызвать в нем желание стать лучше, то это не работает. Просто поставь себя на место. Вспомни, когда тебя родители сравнивали с другими. Тебя это сильно мотивировало становиться лучше, либо, скорее всего, это вызывало в тебе больше негативные чувства, чем позитивные и искренние желания становиться лучше. Поэтому, если ты хочешь, чтобы мужчина во взаимодействии с тобой становился лучше, такими методами это не работает. Следующая фраза. Я же говорила. Я же говорила. Мамина фраза, да? Женщины ее тоже применяют в отношениях с мужчинами. И что она хочет? Какие у нее, опять же, ожидания? Что мужчина делает какую-то ошибку, где-то там, да? Что-то у него не получается. Она говорит, я же говорила. Какие у нее ожидания? Что? Он такой, ну да, ты права. То есть, по сути, наверное, хочет, чтобы мужчина признал ценной женщиной. Да, ты права, ты была права. И она это слышит. Да, я ценная, да, я классная. Ну, наконец-то я это услышала. Но, что происходит по факту? Она это говорит, и мужчина, опять же, это слышит как упрек. Как обвинение, как упрек. Типа, ты что меня не слушал? И если ты хочешь, чтобы у нас было все хорошо в отношении, слушай меня и будь послушным. И потом, когда он становится пассивным, послушным, безответственным, конечно же, она задается вопросом, почему возле меня рядом такой слабый мужчина. Ну и плюс нужно учитывать, что большинство мужчин эти фразы слышали от своих родителей и от своих мам. Их уже тошнит это. Еще из давнего времени. И поэтому задай себе вопрос. А вместо фразы «я же говорила», чего ты хочешь от этого мужчины? Чтобы он не совершил ошибки? Или что ты хочешь от него услышать? Или что ты хочешь, какой, чтобы он вывод сделал? И, скорее всего, когда ты начнешь задавать вопросы, что я хочу, куда я хочу прийти и так далее, ты найдешь другие способы коммуникации с мужчиной. Следующая фраза. «Я так и знала». «Я так и знала». Это, знаете, экстрасенс в прошедшем времени. «Я так и знала». Да, но если ты так и знала. Если ты так все знаешь заранее, так, может быть, ты уже будешь предсказывать мужчинам будущее и на этом будешь зарабатывать большие деньги, если ты так все и знала. Опять же, задай себе вопрос. Зачем я эту говорю фразу? Зачем я говорю мужчине, мужу эту фразу? Что я хочу как результат? Какие мои ожидания? Я хочу возвыситься над ним, сказать, смотри, какая умная, я же так и знала. Или что ты хочешь? Или ты хочешь, чтобы мужчина еще больше тебя ценил как женщину? Лучше к тебе относился как к женщине? Эта фраза не ведет к этому. Следующая фраза. Все нормально. И так еще вздох не забывайте. Все нормально. И так скривить лицо. Все нормально. Мужчина все видит и чувствует. И он видит твое настроение и так далее. Если ты, говоришь, описываешь свое настроение словами, которое не соответствует твоему реальному настроению, которое ты транслируешь, то есть это как некое, знаешь, какая-то для мужчины непонятное, что это происходит. То есть вроде бы ты говоришь одно, а транслируешь другое. И ему очень сложно. И, конечно же, больше он видит не то, что ты говоришь, а видит твое состояние. И видит перед собой, опять же, несчастливую женщину. На что это может заменить? Если у тебя есть какие-то переживания, чувства негативные по поводу мужчины, либо день был, не заладился, и что-то там не так где-то пошло, то лучше уметь делиться с мужчиной правильно, правильно, в корректной форме делиться своими чувствами и не накапливать этот негатив и чувство в себе, а потом еще взрываться. То есть она говорит, знаете, все нормально, все нормально, все нормально, а потом взрывается и говорит, да сколько можно, я тут терпела, молчала, не нужно терпеть, не нужно молчать, нужно уметь выражать свои чувства в корректной, правильной для восприятия форме. Следующая фраза. Ты мой котик, зайчик, бубочка, пупсик, сюсик, мусик, пусик, пупусик. Слушай, ну если ты говоришь эти фразы, пожалуйста, не при всех, чтобы не слышали его друзья. Хорошо, чтобы не слышали какие-то знакомые. Если ну прям нравятся ему эти фразы, и для тебя это способ выразить нежность, такую мягкость, ну делай это на ушко, хорошо, когда никто не слышит, когда вас никто не видит. Но все-таки моя рекомендация, знаешь, как корабль назовешь, так он и поплывет. И, знаешь, твои слова, женские слова, они обладают такой силой, как, ну магией, я считаю, потому что, ну мужчину словами можно сделать счастливым. Женщина мужчину может сделать счастливым просто словами. А мужчине, чтобы делать женщину счастливой, конечно же поступками, да, действиями, действиями. Лучше, если твои слова обладают такой силой, если обладают такой магией твои слова, то, может быть, в эти слова нужно вкладывать какой-то более правильный смысл, более, знаете, такой стратегически эффективный смысл. Там, ты мой сильный мужчина, ты победитель, ты герой, ты смелый. Или, если он еще там неуспешный, он делает какие-то ошибки, он может быть смелый, храбрый, трудолюбивый. Конечно же, если он таким является. Только, если он лежит на диване, не нужно говорить, ты мой герой, лев, я тобой восхищаюсь. Я знаю таких женщин. Говорит, я, у меня там что-то, у него долги, кредиты, я им восхищаюсь и благодарю его, а он ничего не меняется. Так я говорю, а зачем ты восхищаешься, благодаришь его, если, ну, во-первых, это неискреннее, во-вторых, ты не считаешь его таким, перестань это делать. Поэтому, пожалуйста, если мы говорим про слова какие-то, то пользуйтесь ими уместно. Следующая фраза, сбор фраз. Понятно, ясно, ок в переписке, да? Или я тебя услышала. Я понимаю, что я сейчас немножко не нравлюсь, то, что я привожу такие фразы. Некоторым зрительницам этого видео это не понравится, потому что вы скажете, а что без обидного фрази я тебя услышал или понятно? Пойми, эта фраза, она такая, знаешь, это бизнес-фразы. Это фразы бизнес-переписки. И если ты хочешь, чтобы тебе мужчина относился как другу, не знаю, сожителю, там, бизнес-партнеру, сотруднику, с которым вы достигаете каких-то целей, тогда окей. Ну, либо, если ты уже используешь эти фразы, ну, смягчай их как-то смайликами, смягчай это, чтобы это выглядело как-то по-женски. И да, я понимаю, вы сейчас можете возвращать, ой, Ярослав, чему же ты учишь? Ой, что же это за мужчины пошли? Нужно аккуратными быть с ними в словах. Ой, что же это такое? Чего ты теперь должна задуматься о каждом слове в отношениях с мужчиной? Не должна. Почему должна? Хочешь, задумывайся. Хочешь, нет. Но знаешь, я сейчас спрашиваю, Ярослав, а ты бы хотел, чтобы люди в отношениях с тобой были более внимательны к словам? Чтоб они не говорили каких-то обидных слов, а говорили какие-то более приятные тебе слова? Хотел бы? Хотел бы. Соответственно, тогда мне нужно, наверное, начать с себя и быть тоже внимательным к этому. Так же и ты. Если для тебя важно, чтобы мужчина был внимательным к мелочам, чтобы он был осознан и не говорил, что попало, чтобы в окружении у тебя такие люди были, начни с себя. Но если ты говоришь, да мне плевать, тогда ты имеешь право наплевательски относиться и к другим. И поэтому мои видео, это не для тех, кому мне нужно переубедить как-то и сказать, да нет, я тебе сейчас докажу, нужно жить вот так. Нет, скорее всего, мои видео, это для тех, кто открыт, кто хочет жизни большего, тем, кому я откликаюсь. Если для тебя важно в этом разобраться более подробно, тогда прямо сейчас я приглашаю тебя записаться на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина-честная инструкция», где на протяжении нескольких вечеров эти и другие темы мы разбираем от А до Я. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях твои фразы любимые, которые ты говоришь мужчинам и, возможно, старые фразы, которые ты перестала использовать и от этого отношения только улучшились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!